Девушки отдыхают 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 И значит меня встретил в Киеве Андрюша, вот проскочила, значит мы сразу в машину и бегом едем, ну это езда была конечно, я в Пемперсе сидел, когда Сережа ее учил водить, так вот аналогично. На встречке обгон, можете себе представить, причем все время, они там каскадеры все, это ужас. На трассе Киев-Харьков, одна маленькая остановка, на сервис серии Макдоналдс, туалеты, шашлыки и обратно в машину и на Харьков. Идем по расписанию. Ну как говорится, мы сюда благополучно доехали. Ну а вы говорили, что баруха-то оданая, а не на мента. Ну конечно. Ну и мы сразу Кирки домой и прорепетировали. Не ко мне, а Карабинович. Ну не да. А, так вы же успели кого-то заехать. Мы заехали к Карабиновичам. А, они знали? Вот. Ну они же ехали с нами в машине, мы же их везли из Киева. Они из Кишинева приехали в Киев, мы их везли. Вот. Мне было с ним примерили все, клюв, все подходит и надо делать крылья. Там я приезжал в Марлю, они мне сделали крылья, все, и там опять и приехали. И значит мы приехали, мы стали уже это, а я одел самую свою старую куртку, где-то 20-летней дамы, чтобы на меня не везли, если я с ней столкнусь. Да, да, да. Эту куртку как облупленную знаю. Каждаю ее дырку в этой курсе. И не узнала все равно. Ну я его не увидела. Я остался с Иркой на улице, а Борька зашел внутрь и говорит, когда мы Ирку усадим в кресло, я тебе позвоню и тогда я смогу зайти в чат. Миша Смирнов, мы с ним работали на кафедре ДПМ. Месяц назад я ему позвонил и говорю, Миша, мой друг пролетает в Горловку через Харьков, так что приди на презентацию фильма, он тебе позвонит и привезет тебе сильные магниты. И вот Миша сидит и ждет, когда этот друг позвонит ему по телефону и привезет магниты. Просто Ирка знала домой две костей, что никогда в жизни Юджин там не появится. Это точно. Она просто знала, что он никогда не будет, никогда не будет. Ты понимаешь? Да. Так, слушай, значит, я остался с Иркой Рабиновичем на улице. Они пошли во внутрь, посадили Ирку в кресло. Простегнули Рабиновичу. Да, да. И Борька позвонил Рабиновичу, можно... Выпускать. Выпускать. И мы заходим в дверь, Ирка разворачивается и бегом столкнулась носом с этой, с Иркой, носом с Рабиновичем. Да. Вот. Оказалось позже, что Ирка усела с кресла. Да. А потом она вспомнила, что ей нужно кого-то встречать. И она пошла к двери встречать. И прошла мимо вас? Нет, не прошла. Да, я успел, я шел за Рабиновичем, я успел выскочить опять на улицу. И опять там за машиной спрятался. Короче говоря... Вот так мы раскачали. Да. Вот. Ну и значит мы это зашли, и они значит там просмотрели этот фильм, а я в это время переоделся. Борис Шустерман відзняв та показав своё первое великое кино. Вин пішов до нього цела життя. Шукав свою ось, свою священную гору, свою точку відліку. Може, его фильм допоможе ще комусь її відчути. Герои фільму ось блукають у темних, запилених тонелях. Але надію режисер нам залишає. Якщо не у фільмі, то у хеппінінгу після нього. До усіх глядачів прилетів голуб. Його дорога лежала через океан, і на харківській землі він не був дуже давно. Зараз у цій залі ніхто ще не знає, що у костюмі голуба ховається володар американської премії Оскар, харків'янин і випускник політеху Євгеній Мамут. Коли костюм почав зніматись, деяким дамам у залі ставало погано. А тепер пройдемте секундомером, як цим дамам стало погано. Неплохо по-нашому. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Підhakів піднятися. І там за бокалом вина... Може водноen. Сьогодні! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот там у нас такой типа фуршет. Голуби еще не вылетел. С вином такой. Просто публика уже после того. Боревся пытался выстрелить круг в центре, в котором будут Оля и Ира, но никак не удавалось. А когда наконец удалось, Ирка опять уплыла сюда-то по дороге. Ирка! Поставьте людей на место, правильно? Поставьте людей на место, правильно? Подождите, сестра, где твоя сестра? Вот она. Ребята, я вам хочу... Нет, вот там встаньте, там нормально. Я не знаю. Я, конечно, слова благодарности я говорить не умею, поэтому я настолько взволнован. Спасибо вам за прием. Я хочу слово передать нашему главному актеру, главному герою Игорю. Пусть он скажет. Очень трудно говорить, потому что для меня, скажем, то, что сейчас состоялось, это особый вид волнения. Я окрестно... Этот корреспондент агентства Синьхуянь путал все карты, уплывал все время кого-то фотографировать и никак не мог стать на место, куда ему положено было. Или пожалеем. И вот сегодня остался финал открытым для меня, во всяком случае. Но мне кажется, что Борис решил все-таки оставить голубя в живых. А все почему, что этот символ все-таки когда-нибудь должен к нам вернуться, чтобы голубь вернулся к нам. Да. И сейчас если мы просто немножечко послушаем эту музыку и поаплодируем, то, может быть, голубь к нами прилетит. Аплодисменты. Да. Голуби тоже любят. Учили музыку. Это... Летите, голуби, лечите. Я ее пела в хоре в школе. Да? Когда она была тебе. Летите, голуби, лечите. Я пела в хоре. Я салют, что еще тут было главное. Для нас, тетя, преграды нет. Аплодисменты. Учили музыку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Одна секунда, две секунды В общем, 17 секунд, я говорю, не буду Начинает прозревать ДимаTorzok 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 В общем плане Вика фотографируется со мной Я начинаю говорить Но реакции, но реакции никакой Продолжает фотографировать Узнаю ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вместо так и не дождался звонка друга из Горловки, который якобы пролетал мимо, но зато я ему дал эти магниты. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok